1 наверное последняя ассоциация со словосочетанием дорога жизни это естественно замерзшая полностью ладожское озеро и пойду идут полуторки под обстрелом немецких самолетов но на самом деле дорога жизни началась не зимой она началась 11 сентября 1941 года когда вот прям таки отсюда с этой пристани но сейчас тут никакой пристани нет она чуть далее из новой ладоги отправилась флотилия флотилия кораблей которая доставляла в город все что было необходимое и только уже потом когда ну вы знаете что сорок первом году зима зима настала гораздо раньше чем обычно вот тогда и было сооружено это уникальная абсолютно дорога поэтому ну поскольку не сказать сюда дорога про воду да скорее это был водный путь поэтому дорога жизни это у нас прежде всего снег и лед но нет вот она еще и в таком виде присутствовала о чем нам напоминают вот эти вот баркасы и название у них опять таки отправляют нас в то время когда советский союз не разделял русских с украинцами белорусов с татарами и так далее сейчас здесь вот слышите на заднем фоне пол да саш пускай говорят молодежь и подростки саморализующиеся за счет матерных слов лазают здесь по этим пушечкам играют даже малочки но пубертатный период тому способствует и наверное даже мало задумывается впрочем как и я в принципе наверное в 13 14 лет задумался ли я страшных последствиях блокады и о том что здесь вообще происходило несмотря на то что в моей семье об этом периодически рассказывалось из-за недоеденный хлеб или не дай бог за уроненный хлеб с пола можно было подхватить от бабушки реальный подзатыльник поэтому с этим в семье все было строго но если сейчас мы посмотрим на то как выглядит вообще город новая ладога это вот россия матушка во всей красе хотя от питера буквально там два часа на машине торговля и кипит в гостином дворе в новой ладоге вот вы видите да прям не пропихнешься на самом деле в общем-то это первый показатель того чем и как живет город если есть коммерция то есть это той к чему всю жизнь стремился петр первый допустим то соответственно есть это самое и жизни вот так вот я красиво выражать потому что несколько честно говоря в ауте от всего того что здесь наблюдаешь но я не в первый раз новой ладоги просто тогда я заезжал как-то летом основном по берегу знаете вот эти все шлюзы канал и так далее а вот сейчас непосредственно сам этот город люди припарковавшихся девятках пьют певцо в общем все как мы любим и надо сказать что конечно же мысли то не самый веселый приходит в голову тем более что это архитектурный памятник вот мировая паутина пишет что это уменьшенная копия гостиного двора в петербурге на самом деле это никакая вообще не копия абсолютно традиционная постройка с гостином двором в петербурге она ничего общего не имеет разве что вот эти вот арки которые кстати но вот я не знаю как здесь да потому что внутрь вы не зайдете он полностью вообще запустение находится и ну изначально же каждая вот это отдельная арка была отдельная лавкой это уже потом как правило после великой отечественной войны когда все эти здания бомбили со страшной силой как и в петербурге в принципе их делали сквозными и это превращалось снеги такой современном говорят торговый центр вообще вот отдельная отдельная лавочка у каждого купца и сейчас ни купцов ни покупателей ни денег ничего одно сплошное запустение замечательная гидеса которая сопровождала нас вот этой крепости рассказала потрясающую историю про то как к ней на экскурсию приехал ректор одного из вузов и сопровождавшая его дама сказал ей вы только пожалуйста не говорите о том что рюрик швед он этого не любит ну вообще надо сказать что как утверждает обожаемый мною специалист подрывной руси игорь даниилевский рюрик это персона абсолютно мифическая тем не менее вот здесь напротив крепость ему и вещему олегу поставлен памятник прямо такие живые товарищи стоят ну понятно что никаких изображений не было и быть не могло но тем не менее вот это место это можно сказать ну один из истоков земле русской что такое земля русская это тоже вопрос дебатируемые потому что кто такие русы это знаете ли сейчас начать рассуждать то холи вор начнется в комментариях абсолютно уверен однако это не единственный сюрприз я имею ввиду происхождение русов который таит в себе данное сооружение помимо курганов крепостей и свежей копченой рыбы здесь есть еще староладожский успенский женский монастырь такой санаторно-курортный край начала 18 века потому что именно здесь пребывал евдокия лопухина супруга не самая любимая супруга петра первого которую он отправил сюда здесь же кстати пребывала ее тезка евдокия жена абрама ганнибала ну а во времена николая первого не менее в кавычках санитарно-курортных условиях здесь жили некоторые супруги декабристов жены декабристов например древние ранние средневековые коньки меня просто убило то есть это короче две таких кости с дырочками которые при собачивали но обуви и на них катались они там экспонируется был естественно задан вопрос то что или не там или в краеведческом музее здесь напротив у меня уже все смешалось в голове но в любом случае если вы поедете и будете посещать это не крепость вы наверняка зайдете и в этот музей так вот был задан вопрос каким образом атрибутирована была но функциональность данного предмета и был получен ответ что на территории фирляндии производились раскопки и нашли действительно обувь с присобаченными подобными же вот этими так называемым полузями то есть можете представить вот на этих деревянных таких вот коньках и здесь рассекали либо например но это уже более известная вещь но как-то сейчас вот в рамках современной политической ситуации не принято об этом говорить но вот это вот юриковский трюйзубец который можно видеть уже совершенно точно теперь могу сказать вот музей напротив тот самый трюйзубец который украшает ныне герб украины и это знаете ли тоже такая тема куда если вдаваться то тут начнется ух просто атомная атомная война вот там вот поэтому я просто рекомендовал приехать и посмотреть оригиналы этой находки насколько я понял она была раскопана на той стороне волхова действительно подвесочка с этим самым трезубцем в музее оригинала в крепости находится просто ну скан фактически и и поэтому вы сначала идите туда смотрите на скан потом идите туда и смотрите на оригинал вообще насколько дебатируемый является персона рюрика можно понять на примере сравнения вот высказывание анатолия николаевича кирпичникова главного специалиста по старой ладоге который тут что так не раскопал на в течение нескольких десятков лет и упоминаемого но и уже игоря данилевского вообще население которое здесь когда-то проживала вело такое такую многоступенчатую торговлю то есть они у всех вот этих местных финских племен скупали мне пушнину причем скупали ее за глазки это вот такие на эти бусины которые тут находили не тоннами конечно же но в больших количествах затем эту пушнину меняли уже на серебряную монету которая приходила с юга эти арабские арабская вот эта вот валюта и вот это серебро уже собственно было конечной цели потому что на него можно было купить все остальное причем серебро это использовалось уже не только монеты иногда его даже переплавляли раскопки на территории крепости ведутся до сих пор вот рассказали нам что буквально в прошлом году был найден очередной клад с монетами и я думаю что не последний водолазы археологи ныряют периодически вытаскивают оттуда черепа пахуных собственно захоранивает потому что ну тут этого добра и так навалом вообще надо сказать что значимость данного исторического объекта и вот состояние инфраструктуры и вообще ну скажем так рекламинга и пиаринг его в массы она совершенно не сопоставима то есть в любой другой стране это был бы такой ну самый настоящий фетиш не кстати объект абсолютно европейского уровня я имею да по всем параметрам и с точки зрения истории с точки зрения состояния с точки зрения нового концептуальной исторической значимости тем не менее вот видно невооруженным глазом что работа здесь непаханный край и несмотря на то что как я поговорил с гидом замечательным гидом который нам достался поток туристически возрастает с каждым годом приезжать очень много молодежи но мне кажется что все это могло бы быть ширше глубже и гораздо более массивно хотя понятно что главная конкуренция с петербургом потому что у вас на одной чаше у вас эрмитаж со всеми остальными историями до другой чашу вас там старая ладога ну и понятно что когда люди приезжают петербург и у них есть некий вариант куда им пойти куда поехать к сожалению старая ладога находится зачастую не в приоритетах далеко ну возможно зря как мне кажется как ныне избирается вещи олег на холмик с которого ставил веснек но мы не будем развенчивать этот замечательный миф про то что вот это и есть та самая могила олега потому что скажем опять таки если вы приедете на экскурсию старую ладогу то вам это все будут говорить на голубом глазу хотя конечно же сами гиды прекрасно понимают насколько вся эта тема освещена олегом она а мифологизированная бы идеологизированная и так далее и тому подобное холм этот конечно же раскопали вообще просто вдоль и поперек еще даже не в наше время еще в 19 веке уже начались все эти истории ничего до сих пор не нашли но это не мешает как бы нам все таки верить что вот здесь он вещи олег и похоронен ну и если вы попробуете хоть как-то хоть где-то хоть под лупой рассмотреть тут ползающих гадюк то боюсь что не удастся хотя они конечно же водятся у нас в ленинградской области но уже конечно же не в таком количестве как во времена этого самого вещего олега я думаю что битва сторонников и противников нормандской теории она должна происходить как раз таки здесь вот они должны собираться вот на этом холме и мочить друг друга но в идеале конечно же словесно хотя почему бы не допустить использование тех методов которые использовались непосредственно времена вещего олега благо можно здесь прикупить пластмассовый антураж в магазине при местном музее не сойтись на пуле брани чтобы доказывать друг другу откуда ж мы все-таки происходим кто мы такие славяне ли мы кто такие славяне кстати еще отдельный вопрос или вот это все потомки из нашей одновременно и далекой близкой швеции в чем кстати там нас дико троллит до сих пор либо мы монголы татары и прочие замечательные товарищи в общем вот все мне кажется это должно происходить вот здесь вот на этой горе и возможно когда-нибудь мы такое встретим ну а я на самом деле рекомендую все-таки посещать данную местность не в самый пик сезона потому что как уже я заикался сюда сейчас принято приезжать уже с семьями на отдых и все я так полагаю местные турбазы они становятся заполненными и я думаю что для многих местных жителей это прекрасный повод и возможность каким-то образом поправить свое финансовое положение за счет понятно каких оказываемых услуг ну а для нас данная да это даже не гора я даже не знаю как это назвать ну понятно что курган но какой еще синоним подберешь сюда все-таки определенное место силы и давайте условимся что да вот здесь здесь он лежит вещи олег и пусть сюда ломится толпами туристы пусть они наконец создадут все предпосылки для того чтобы данный регион и конкретно данное место но начала цвести пахнуть благодаря приносимым финансовым потоком по поводу дружеского визита олега византии в частности в царьград тоже кстати не все так просто и однозначно и вот упоминавшись уже мной игорь данилевский тоже неплохо на эту тему рассказывал гадюка 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 саша она меня убьет гадюка 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 мамочка моя перенесемся столицу нашей родины и окажемся 13 сентября в 200 на экскурсии по красной пресне и по местам восстания 1993 года называется столыпин и ельцин начало в 20 00 а в субботу 14 сентября гений злодеи бауман и пушкины там речь пойдет о ленинском плане монументальной пропаганды о довольно скабрёзные поэме дяди пушкина и вообще об истории басманной слободы где собственно пушкина и крестили петербурге 15 сентября экскурсия от ленина до дюрьмы довольно необычный маршрут мы пройдем от памятника ленина на площади финляндского вокзала до изнанки крестов а в среду 18 сентября экскурсия по проходным дворам васильского острова первая часть и по пешеходной линии от конки до ничаева для всех нижегородцев сообщаю что 4 октября я прочитаю вашем городе лекцию о бетонкурия человеке который очень много сделал как для россии так и для нижнего новгорода в частности и напоминаю что идет набор экскурсионных групп в берлин и в париж октябрь ноябрь конец января все ссылки есть в описании под этим видео